всем привет я рада вас приветствовать в моем новом влоге меня зовут катя и канал называется уютный мир игрушек амигуруми после отпуска небольшого мини отпуска я приехала с анапы в прошлом влоге он показывал что я успела связать за весь отпуск это одного зайку но без оформления в первым делом я оформила зайку вставила ему глазки получается немножко я добавляла клея чтобы глазки хорошо держались так как сама игрушка была уже полноценно связана и оформила все остальное и вот такой вот милый лавандовый зайка у меня получился привезла немножко красоты лаванды лаванда уже засохла собрала я также в анапе вот и потом буду делать из нее бомбочки для ванн мы очень любим осенью либо зимой делать бомбочки для ванн и добавлять какие-нибудь растения цветы сушеные фрукты я вот делала прошлом году с апельсина с мандаринчик моно и делаем и вот хочу сделать лавандовой вот но все давайте теперь про игрушки а я закончила приду предыдущие заказы отправила все со всех собачек они уехали у меня по поводу грузовичка грузовичок заказчицы понравился в живую человек остался доволен меня это очень радует и все и недавно после последнего влога мне пришел заказ еще на одних собачек вот и по поводу грузовика также спрашивали возможно заказать еще такого же грузовичка но только к осени вот пока девушка остановилась на двух собачек я уже начинаю вязать я успела связать ей вот такой вот розовеньку как она выбрала оттенки здесь просто форма туловище головы осталось здесь связать ножки хвостик и все и все это оформить и уже начала оформлять такого же только мальчика нежно-голубом оттенки я уже тут вижу вот так вот у меня получается на этой неделе у меня плана связать четыре собачки да еще две собачки пришли в заказ это будет ярко-голубенькая и ярно джинс розовенький вот в общем работа кипит отдыхать конечно хорошо но работать зарабатывать денежку еще приятнее лучше особенно если у тебя есть цель и ты потихонечку к ней идешь вот пока на этом этапе я остановилась сейчас пойду дальше продолжать вязать и надеюсь я вам покажу уже готовых двух собачек и начну уже новых а после того как я свяжу собачек у меня опять пришел заказ на мои любимые погремушки так что эти две недели будет такие насыщенные и яркие надеюсь вам влог понравится и приятного вам просмотра так у нас уже ближе к вечеру и я решила все таки заснять вам готовый результат я успела довязать двух собачек мальчика и девочку и вот так вот они у меня получились все оттенки выбрала заказчик я все связала голова у нас на шплинтовом крепление крутится по всей стороне ножки и лапки у нас на несенном крепление вот хвостик у нас полностью пришивается кто будет вязать например тоже из полухлопка захотят связать таких же собачек обязала я крючком номер два обычным обычные полухлопок это пряжа ярно джинс глазки здесь номер шесть глазки я вставляла между десятыми и одиннадцатыми рядами расстояние 6 столбиков потому что меня уже приходили такие вопросы какой размер глазок я брала для таких собачек и все-таки вот нюансы а также покажу еще раз шплинтовое крепление которое я покупала это номер на волберс если будете заказывать вбиваете этот номер и поиск и вам выдаст шплинтовое крепление здесь 15 миллиметров диски из фибры 10 штучек и шплинтов 5 штучек 2 сантиметра набор крепления 15 вот для этих собачек они очень хорошо подходят вот надеюсь я ответила на все вопросы какие задавались и все теперь я написала заказчице что заказ я выполнила посчитала стоимость доставки у меня вышло 220 рублей с краснодара до новороссийска вот обычной почтой я уже подготовила пакетики какие буду упаковывать и буду отправлять осталось дождаться мне ответа все но вроде все остальное я делала по мастер-классу единство что я изменила тоже мастер-класс подки но это все по желанию как по удобству вязания и воротничок я делала более пышнее я связала полу столбиками с накидом в мастер-классе просто вяжем столбиком без накида вот и все бровки я делала вышибкой рук как у все остальное вроде все как по мастер-классу все у меня впереди еще заказ на таких собачек только немножко других оттенков но соотношение розового-голубого одну к тому же и погремушки все так что на этом я вам сегодня прощаюсь и до завтра всем новый добрый день я продолжаю снимать вяза влог так на чем я остановилась прошлый раз я уже отправил двух собачек они отправились у меня в новороссийск и начала точнее приступила к вязанию нового заказа в новом заказе у меня также идет две собачки и всем погремушек я начала вязать собачки и поняла что я немножко уже от них устала хочется немножко разнообразие и что-нибудь повязать другое но естественно я могла начать и погремушки вязать а потом собачки но нет мне захотелось повязать что нибудь своем я давно уже купил один мастер-класс точнее просто описание у девушки она вяжет такие нестандартные игрушки и в нестандартных расцветках и это меня больше всего в этих игрушках понравилось и прям я влюбилась просто в эти игрушки на самом деле они очень простые но вот что-то в них есть какая-то изюминка в них есть что затягивает и настраивать на позитив и на вязание давайте вам сейчас покажу и плюс я вам сейчас напомню про одну игрушку я уже может быть больше месяца назад он где-то в каких-то вяза блоках у меня попадался вот такой вот китенок у меня было много планов на этих китят я хотела повязать в разных расцветках разных расцветках фруктиках у меня были огромные планы но к сожалению немножко не получилось потому что у меня пошли заказы а так как заказы в первую очередь это заработок денежки и конечно же немножко свои хотелки отходят назад этот китенок связан с двух мастер-классов сам кит с одного мастер-класса а хвостик по плавнички с другого мастер-класса я их просто пришила потому что изначально этого китенка я связала по первому мастер-классу там плавнички они маленькие но хвостик маленький и я решила распустить и просто пришила сюда большие плавнички от хвостика и так смотрится он очень красиво этот яркий малыш и в стиле яркой мандаринки сочной летней мандаринки вот и девушка у которой я купила мастер-класс она вяжет таких в разных расцветках и в радужной и в стиле рыбки нэмо и китенок облачко это так интересно смотреть что девушка меня вдохновила на такие вот игрушки вот китенка я откладываю и какой же мастер-класс у нее купила тадам вот такой вот малыш это пингвиненок в нежных таких вот расцветках зефирный до расцвет как нежных бледных расцветок мне очень понравился я его просто связала практически за два вечера но с перерывами и получился вот такой вот у меня малыш рост у него честно говоря не измелилась от секундочку так рост у него 12 с половиной сантиметров высота и примерно восемь с половиной сантиметров ширина но он такой объемники кругляшек получается и у нее есть разные игрушки но мастер-класс был только на пингвиненка и на аксолот или описание вот на других к сожалению нет но я думаю девушка не обидится если я свяжу просто по образу и таких вот игрушек так а дальше 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 на следующий день точнее до вчера когда я ходила отправляла посылку я зашла в магазин пряжи и купила дольче бы бы это у нас стопроцентный полиэстер да как называют ее плюшевой либо белюровой пряжей зефирной пряжей я и вообще не вязала за этой пряжи то есть я когда-то пробовала мне попался один моток мне попался один моток из yarnart и честно говоря я просто была в таком диком разочаровании от этой пряжи что я забросила идею вязать с этой плюшевой пряжи но из толстая в этот раз мне попался моток из тоникой много у кого девочек видела что есть маленькая тоненькая ниточка и я решил все-таки попробовать и что вы думаете конечно же у меня были и переживания и опять расстройства что у меня не получится связать с этой пряжи потому что кольцо миграми с этой пряжи не сделается там нужно делать из 2 воздушных петель потом соединять кольцом то есть что я не люблю но в итоге в итоге у меня связался медвежонок конечно из этой же расцветки я связала медвежонка но по образу пингвиненка только в маленьких расцветках и тадам и что у меня получилось вот такой вот маленький малыш муж говорит похож на вини-пуха только немножко расцветки нити и получился метку мишка образ дела у девушки форма игрушки округленные и просто в овале да сформирована сама игрушка и вот такой вот малыш у меня получился вязала крючком два с половиной очень комфортно получается то есть довольно быстро я связала сам овал и сама само оформление игрушки у меня было из ярнар джинса хвостик ножки мордочка единственное что я может быть еще бы переделала немножко форма мне кажется не подходит либо пошире сделать но в принципе это у меня первый проходит смешутка и мне честно говоря но очень нравится он такой малыш такой мягенький своеобразно то есть это моя первая плюшевая готовая игрушка и я честно говоря я в восторге в общем игрушка мне понравилось буду вязать еще потому что у меня еще остался часть матка осталась часть матка на еще одного полноценного медведя вот только попробую не темно-коричневые сделать ножки а попору попробовать немножко посветлее что получится и сделать бантики мальчик и девочка не в общем такая парочка у меня будет рождаться и вот эти вот две игрушки у меня связались просто на одном дыхании в перерыве между заказами хотелось что-то повязать уже свое и все-таки выбрала эти эти два вечера и связала свои новые игрушки свои новые идеи также я продолжаю вязать заказ здесь у меня собачка начата сегодня я ее закончу и начну уже вторую чтобы собачки мне больше не мучили так сказать мне на самом деле они вяжутся очень легко и просто просто когда вяжешь одинаково и многое немножко устаешь потом цветов точнее хоть и свитерочки отличаются но все равно что-то хочется повязать другое вот я продолжаю дальше вязать на этом я свой вяза блок заканчиваю точнее на этом я свое подключение заканчиваю надеюсь у меня будет еще что-нибудь новенькое между заказами но нет к сожалению надо вязать заказ и успеть так что все до связи и также вам приятного просмотра всем добрый день небольшое подключение хочу показать собрала небольшой кусочек пряжи точнее небольшой состав пряжи для того чтобы начать делать погремушки я начала вязать прошлый раз собачку вам показывал недовязанную я ее сделала и вот такая мышка у меня получилось голова крутится на шпинтовом креплением вокруг ножки и ручки на нитяном креплении вот и осталось связать такую же девочку но немножко я устала от собачки и получается девочку я буду вязать в конце здесь я уже начала вязать погремушки мне нужно связать 7 штучек пока связала только две головы они уже с гремелочкой внутри гремелочки я сделала сама но обычные контейнера которые продают игрушки в в автоматах да там за 10 20 рублей вот и сделала из них погремушечки здесь большие крупные бусинки несколько штучек и большая бусинка звучит нормально звонко вот буду продолжать вязать пока головешки здесь получается у меня четыре зайца даже может пять зайцев и два мишки вот мишка будь такого кофейного оттенка я уже вязала девушки очень понравился этот оттенок мы долго его подбирали и это не полухлопок это ализе baby best один моточку 4 погремушки из них связала и он чем как будто не заканчивается вот остальные все казал джинс я ализе беленький и ярно джинс казал джинс мне нравится этот кремовый оттенок из него очень хорошо получается вязка даже крючком китайским вот в общем вот пока мои процессы надеюсь за сегодняшнее воскресенье я повяжу более продуктивно потому что впереди у меня еще один заказ я сделала огромный точнее как огромных сделала заказ пряжи и пряжи есть новиночка для меня да это плюш тонким заказала несколько оттенков мне понравилось него вязать такие вот пока процессы я надеюсь за воскресенье я повяжу больше чем положено хочу прям по максимуму связать основу головы для погремушек и потом уже оформлять потому что впереди у меня еще заказ и заказ этот поедет в поселок находится на камчатском полуострове в общем прям тянет моих игрушек в ту сторону россии нет что поближе хотят ехать через весь через всю россию вот ну я конечно не жалуюсь я прям довольна в общем пойду вязать и встретимся наверно же в понедельник всем доброго дня у нас уже сегодня понедельник я продолжаю снимать свой вяза блог уже пошла вторая неделя и прежде чем показывать свои результаты за воскресенье я хочу напомнить что у меня по будет потихонечку появляться описание на игрушек это игрушки малышей по одной схемке током в разных оформлениях и первые были уже на канале у меня милой акса лотали поэтому кому интересные такие малыши я буду оставлять ссылочки под видео можете смело проходить вязать и делиться своими результатами у меня есть группа вконтакте где вы можете самостоятельно загружать фотографии в альбом с вашими работами так что я буду ждать новиночки и до новых игрушек здесь они будут просто лежать как для интерьера и дальше хочу напомнить что я продолжаю тестировать плюшевую пряжу это у нас тонкие плюш и у меня после продаж я раньше занималась продажей пряжи остался гималай dolphin baby colors вот в розовых оттенках пятнистый и я решила попробовать связать котика колобка здесь он пока без оформления без ножек и ручек я хотела сделать разные оттенки но так как у меня только один моток был но так как у меня был один моток я не стала делать его в полную полной расцветки одного матка и жду заказ пряжи и как раз таки как пряжа идет я буду оформляя ушки и лапки чтобы они как-то виднелись выделялись на фоне самого котика что могу сказать по поводу моих первых проходцев плюшевой пряжи и честно говоря наверное зря боялась не думала будет очень сложно но нет все вязала как обычная полу крестиками ну как всегда игрушки вижу в общем пока мне все нравится ну конечно еще нужно больше тренироваться больше провязывать чтобы уже перейти на новый уровень игрушек и где-то вывязывать где-то с при бабками поиграть но пока я вижу только такие съемки на основе овала вот первый проходит смешка и колобок котик вот в общем дождемся пока придет даже и хочу отснять отдельное видео по поводу моих первых игрушек из плюшевой пряжи в общем как снимать видео так вечно кто-то начинает ездить крыхтеть там сверлить это по прям закон полности какой-то еще на двадцатом этаже и все так прекрасно слышно так в общем это идет сторонку и давайте вам покажу что я начала вязать и теперь давайте вам покажу свои продолжения по заказам вот у меня связаны сторонку первым буду вам просто показывать у меня связаны четыре погремушки это зайки будут с длинными ушками вверх они все однотонные это казал джинс потом я связала 4 для обвязки букового колечка вот это все за один день я связала прям решила что надо повязать и связала всего лишь две пары ушек не потому что мне было лень у меня в планах было связать все по 4 но чтобы на 4 игрушки у меня закончилась пряжа я почему-то когда делала заказ посмотрела что казал джинс полтора матка у меня есть этого оттенка и решила что он мне больше не нужен а под вечер когда уже заказ оформила пряжи я решила из него повязать и не посчитала расход пряжи просто связала 4 головы и все то есть надо было связать три головы и оформить три игрушки другие взять молочные тенки зерна джинсы но нет я решила пойти все по-сложному и в итоге у меня получается парушек на две погремушки 1 процесс я конечно сейчас хочу сходить посмотреть в магазине у нас еще как назло закрылась два магазина пряжи в округе ну где мой район и остался один магазин ну там казал джинса нету его там не продают поэтому я хочу сходить рядышком другой район пешочка минут 20 может идти с ребенком и попробуй там найти а если же нет то буду либо заказывать еще пряжу там по быстренькому по быстренькому закажу в этом течение нескольких дней придет либо же придется распускать одну голову довязывать ушка чтобы хватило на три погремушки и вязать потом сливочных оттенках из джинса но здесь надо еще написать заказчица и спросить такой вариант вот и связала пока только 3 воротничка и к ним же связала по бантику обычные маленькие бантики набор и один воротничок я связала для мальчика вот наверное все таки его три погремушки будут из этих оттенков а там уже буду общаться вот пока процессы мои остановились я конечно вечером еще повяжу наверно медведи но хотелось связать 4 красивых погремушки от сфотографировать их потому что не будете в одном стиле но видать судьба решила иначе вот так вот в общем пойду в магазин надеюсь что пряжу оттенок я найду честно говоря не хочется распускать потому что оформлять погремушка вообще чтобы она была ровненько и чтобы погремушка внутри было этого конечно очень сложно сложновато и не хочется лишний раз это все дело распускать вот ладно пойду в магазин и встретимся сами чуть-чуть попозже на улице всем привет начало нового дня сегодня у нас уже вторник я продолжаю выполнять заказ перед вами лежит и же маленькая погремушечка который я успела оформить оформляла вчера ночью вышла по новым глазки это я подсмотрела у одного мастер-класса и вышел обычной швейной ниточкой и такая малышка спящая у меня получилось буковое колечко 55 миллиметров я всегда использую этот размер мне очень комфортно и очень удобно деткам держать за него так и еще я выполнила также один также одну погремушку это мальчик здесь просто голубой воротничок и также спящим состоянием малыш все глазки должны быть вышиты ниточкой это специальный заказ у заказчицы никаких пластмассовых глазок чтобы полностью была стопроцентная безопасность в итоге к этому заказу я только выполнила три игрушки остальные все в сборке так в сторонку положу вот так вот и дальше я уже успела связать буду вам также чистами показывать то что корзинка полная успела связать мордочку для собачки эта собачка будет в розовом костюмчики розовый костюмчик у нее будет из yarner джинс номер 20 и также я почти ну я вам показывал что я свяжу почти связала все головы почти оформила но мне не хватало оттенков я прошлась конечно же в магазин посмотрела оттенков не было и ничего даже в интернете не было чтобы заказать может быть какой-нибудь маленький мешочек пряжи но там тоже не было этого оттенка нашла на валдбересе там этот оттенок но продавался с 5 мотками и цена вышла 460 рублей за 5 мотков я решила взять этот оттенок из 5 мотков так как впереди у меня еще заказ на совушек и там как раз таки нужно будет такой светлый оттенок чтобы сочетался с коричневым вот поэтому покупка нормальная ни о чем не жалею так единственное что долго ждать так бы я уже бы оформила в этих вот погремушек в таких вот оттенках но придется подождать так связала голову для мишки погремушки осталось еще одну связать и думаю буду уже сегодня также оформлять и сегодня уже будет больше готовых результатов и заказчица написала возможно еще две погремушки добавить но это не точно ближе к вечеру она скажет конечный результат 2 игрушки добавит это конечно будет очень хорошо а если нет то я заказ быстрее отправлю и начну уже вязать другой в этом плане у меня пока все все мы готовы результаты и встретимся уже наверное с вами завтра мне безумно нравится новое оформление глазок в предыдущем предыдущих зайчиках я просто делала бантик без повязочки с повязочка тоже смотрится милее я оставлю вам фотки это же вот для сравнения какая лучше это или предыдущая все я с вами на этом прощаюсь и до завтра девочки всем добрый день сегодня нас уже четверг в среду я ничего не снимала я вязала ходила по магазинам в общем хочу показать вам продвижение новости и как раз таки вчера я забрала моток пряжи мне пришло 5 одинаковых оттенков казал джинс который я заказывал для погремушек один моточки я уже достала для вязания и также заказала на запас еще две упаковочки шпринтового крепления чтобы они были потому что судя по как заказывают собачек может быть ближайшее время еще закажет но неизвестно но хотелось бы конечно так дальше я практически выполнила заказ прошлый раз я вам говорила что заказчица хочет добавить две позиции она добавила 5 то есть 5 новых погремушек еще нужно будет связать я практически выполнила заказ я вам сейчас быстренько просто покажу какие вы уже видели какие-то новенькие вы уже досмотрите розовеньку вы уже видели в наборе должно быть эти две зайки с ушками вниз но с розовым воротничком из голубенька то есть мальчики девочка у меня связалась такая вот парочка дальше надо было связать 3 зайчика с ушками вверх две девочки и один мальчик вот я это все успела связать и два мишки мишки у меня только связан один мишку я пока одного связала пока с девушкой общалась по поводу заказов решила мишку оставить на потом потому что это ту туго у меня идет пряжа с крючком номер два и я настраиваюсь каждый раз когда начинаю вязать с этой пряжи alize baby bass вот и также в наборе тут и тут две собачки вот такой вот заказ у меня есть и плюс еще пять погремушек нужно довязать я конечно планировала вязание точнее вязальный влог выпустить уже в пятницу и как раз таки закончить заказ из чистой совести за две недели выложить заказ но я очень постараюсь по максимум связать на все равно я думаю заказ если я не успею доделать но я все равно выложу видео вот и недавно точнее как недавно в последнее время начали поступать такие вопросы где я беру заказа вопрос конечно очень интересный если бы я знала где брать заказы да просто там зашла на какую-то площадку выбрала заказ взяла и связала нет а я также какие многие мастера не обязательно по вязанию по другим рукодельным вещам также ведут площадки у меня это яндекс дзен youtube вконтакте instagram то есть эти площадки идея выставляя свои работы показываю свои работы как например сейчас люди видят если игрушка нравится да то мне пишут заказывают и я выполняю с удовольствием эти заказы вот так что если кто-то отчаялся у кого-то нету заказов то ни в коем случае не забрасывайте свои любимые хобби у меня тоже были такие моменты что у меня не было заказов и месяц и два месяца я вязала в свое удовольствие но всегда приходит тот момент когда на просто идет шквал заказов то есть сезонные заказы так так сказать вот как сейчас в прошлом году летом у меня был всего один заказ на 12 игрушек но в течение лета связать я вязала спокойно а в этом году я вижу постоянно каждую неделю у меня заказа к заказа газ этот вот конечно чтобы не сглазить но я к тому что не отчаивайтесь обязательно на каждой улице да как говорит будет свой праздник поэтому вяжите вяжите судару с удовольствием с душой и на каждую на каждую игрушку есть свой покупатель дача говорят на каждой товаре есть свой покупатель поэтому вяжете вяжите вяжите главное для себя для удовольствия заказ придет свое время вот на этом я наверно сегодня закончу свое подключение подключусь уже наверно с вами завтра постараюсь прям по максимум с готовым результатом и надеюсь что у меня получится сегодня утром я легла в 5 утра потому что у меня следующий заказ идет на двух собачек я нашла один мастер мастер-класс и решила выделить несколько часов вечером и протестировать его чтобы когда буду вязать полноценный заказ что потом не бегать и не кричать что у меня не получается и либо мастер-класс не подходит и на самом деле я сделала правильно что решила заранее вязать потому что мастер-класс как в описании игрушка должна была быть 15 16 сантиметров она мне получилось 11 11 сантиметров я посмотрела что там пряжа кроха и крючок номер два я вижу крючком номер два ну соответственно я взяла крючок номер 225 сейчас покажу такой и сейчас покажу что получилось вот я вставлю фотографию посмотреть как изначально выглядит в мастер-классе собачка и как связала и и и я вязала я ее из пряжи газал джинс плюс с добавками коричневого оттенка это cotton gold здесь уже добавлены лишние 10 рядов даже 11 рядов я добавил чтобы игрушка была немного больше я увеличила на жопке но внизу увеличила и здесь на макушке но соотношение солнышки мне не нравится она получается вытянутая узкая и голова тоже здесь очень узкой получилось то есть заказчик попросил одну игрушку на своему связал абсолютно другую но совушка и по соотношению суммы я взяла за совушек 1100 рублей и я планирую связать игрушку чтобы она выглядела на эту сумму но по мастер-классу к сожалению это не выходит в общем у меня были попытки распустить то я опять связала решила что не буду распускать оставлю ее для примера с другой совушка который буду вязать уже на заказ и посмотреть разницу вот так что мастер-класс это не подходит для меня там совушки получается очень маленький если будете взять из пол хлопка хоть даже и крючком . не будет у вас маленькие потому что в белой белой пряжи который мастер-классе вяжется 24 ряда я примерно считала 24 рубля у меня вот здесь сюда прибавки вот 24 же даю плюс там 9 коричневого то есть вот такого плана должна была получиться совушка она совсем маленькая а мне в заказе нужно связать совушку 17-19 сантиметров и плюс шапочку надо связать шапочку выпускника да как за рубежом квадратная шапочка черненькая вот ну этот процесс мы уже будем наблюдать следующем без а влоге просто хотела показать все свои вязания на этой неделе что мне получается вот буду совушку вязать сама уже так что мастер-классы я подходящий не могу подойти найти но я буду вязать из пряжи полухлопка вот такие вот у меня вязание дела на сегодняшний день и еще впереди целый четверг и немножко пятницы так что до следующего включения доброе утро у нас уже сегодня пятница и я решила подключиться показать вам что я успела связать за вчерашний день и подвести итоги здесь корзиночка с заказом но здесь не хватает еще три погремушки я вчера за вечер связала только 3 и 3 осталось надеюсь за эти выходные я успею связать и посылочка в понедельник уже отправиться вот я вам покажу какие я успела связать за вчерашний день а предыдущие вы уже видели так у меня связались две одинаковых такие вот две молочных если вдруг видно для вас то здесь отличается оттенок это казал джинс номер 1120 он больше такого кремового оттенка а это сливочный оттенок yarnart джинс 03 вот из них за этого оттенка я связала две одинаковых погремушки зайки глазки уже здесь вышиты совсем по-другому заказчик попросила сделать небольшие галочки чтобы игрушки немножко отличались были для выбора и также связала сливочного зайчика с мятным воротничком вот такие вот три новиночки так сказать у меня получили за вчерашний день результатом я довольна заказчица попросила сделать два с желтыми воротничками два с мятными один мятный воротничок у меня уже связан и одного зайку голубеньком воротничке но так как к набору 6 мне нужно связать еще одну мишку но я уже повторюсь еще раз что мишка будет связан самым последним вот и в наборе у меня получается только одни зайчики в этом заказе прошлый раз тоже как бы заказчик собрала больше зайчиков но соотношение погремушек было меньше едва мишки вот сейчас вам покажу все своих погремушек на рабочем столе и буду уже потихонечку с вами прощаться вот люблю такие заказы и когда их много и вообще когда сфотографировать игрушки большое разнообразие смотрится особенно если зайчик они такие миленькие светленькие вот принципе заказ мой практически готова ну в принципе все все что я вам хотела сегодня показать и с вами попрощаться до следующего вяза блока а следующее видео будет мастер-классом чеширского котика я надеюсь вам этот персонаж также нравится как и мне и вы захотите его связать эти игрушки повторюсь идут по одной схемке игрушки по одной схемке у них размер голова ручки ножки все одинаковое только разное оформление и небольшие изменения по игрушкам перед этим я выстила мастер класс акса лот или также будет ссылочка внизу под видео и в это воскресенье либо в следующую пятницу выйдет уже мастер-класс на этого милого котика буду сейчас чередовать вяза блок мастер-класс вяза блок мастер-класс так как мастер-классов накопилось много на таких малышей и потихонечку буду добавлять их на канал youtube вот так что на этом с вами я прощаюсь говорю всем пока пока надеюсь вам видео понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и до встречи пока пока